Мы на выставке World Food 2022 и к нам присоединяется Артем Волков, представитель компании с очень звучным названием Калина Малина. Артем, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, побольше об этой компании. Компания вообще семейный бизнес. Нам 31 год. Мы изначально производственники мясо-колбасной продукции, затем восстановили две птицефабрики. В последнее время производим готовую еду собственную и у нас есть сеть магазинов, вот как раз Калина Малина, про которую я рассказывал сейчас на форуме, где мы продаем продукты собственного производства и продукты мелких фермерских хозяйств из Сибири. Такие стартапы, которые продаются в основном только у нас и вообще мы им дали доступ на полку в принципе в их жизнедеятельности, скажем так. А в чем особенность вот таких вот сети магазинов такой, да, насколько сложно конкурировать с крупными игроками, насколько вообще сложно выживать на этом достаточно конкурентном рынке? Ну, собственно говоря, поэтому мы и пошли в концепцию мелких производителей, натуральных продуктов, чтобы не конкурировать с торговыми сетями, потому что конкурировать одинаковым продуктом бессмысленно совершенно, продавая его дороже. Поэтому мы ушли в другую концепцию, чтобы не конкурировать, а просто покрывать нишу, которую они не покрывают сегодня. Правильно ли я понимаю, что сейчас, когда у нас логистические цепочки некоторые нарушены с заграничными партнерами, вы оказались в выигрышном положении, у вас все внутреннее, да? Да, помимо, ну мало того, что да, на нас заграница никак не влияет, она не влияет также на фермеров, потому что они все-таки там не тащат с Европы какую-то упаковку, они берут то, что есть на месте, попроще и в результате этого, и у них нет каких там отсрочек и так далее, то есть они мелкие в целом, и их модель оказалась там более жизнеспособной и там не так сильно скаканули цены в связи с этим. Понятно, что они тоже выросли, но меньше, чем вот у всех крупных, когда все наложилось, там и кредитование, и цены, и импорт, и логистика, то есть точно более жизнеспособной оказалась эта модель. Значит ли это что, мало того, что не закрылся, но для вас это еще и какая-то точка роста, или для вас это в целом просто прошло мимо и не коснулось никак ни в положительную, ни в отрицательную сторону? Ну нет, коснулось это всех, то есть нельзя сказать, что мы типа выросли на этом фоне, нет. Ну исторически все-таки в продуктах питания огромная доля местного производителя всегда была, то есть ну что мы там импортировали? Мы, кстати, алкоголь не продаем, например, табак тоже, то есть на нас опять это не повлияло. Там ну какие-то сыры были, но они у нас отскочили еще там задолго до этого, с 2008 года. Вот, соответственно, нет, не сказать, что на нас-то в плюс какое-то повлияло, просто мы поняли, что наша аудитория, она более лояльна и приспособлена даже таким ситуациям, и не отказывается от продукта. То есть да, есть спад, но при этом он не такой огромный, и мы смотрим там по системе лояльность, что люди все равно к нам ходят, и постоянники, они остались с нами. То есть они не переключились на там, ну кто-то переключился на дискаунтеры, но это минимальная такая доля, и они скорее больше не лояльны, это такие одноразовые покупатели, которые редко заходят. Именно эта лояльная аудитория позволяет вам как бы смотреть в будущее уверенно, или что-то какие-то еще есть факторы? Нет, сто процентов. То есть мы понимаем, раз они с нами остались, то есть они нас ценят, значит дальше нужно их изучать, понимать, что еще мы для них можем лучше сделать, чтобы они продолжали с нами жить долго-долго. Сейчас уже пришло понимание, например, что это такое лучше сделать? Ну, мы в целом в ту сторону двигались, то есть мы, например, не отказываемся от продавцов и не пытаемся этот кастейти оптимизировать, да, как бы, ну типа сделать более экономически правильную модель. Мы все время в них вкладывали, то есть мы, наоборот, за продавцов, мы считаем, что продавец продает, он в активной роли находится, он специалист. Ну, мы и возили, и сейчас возим его на фермы, он смотрит, как производится продукт, и он уже с другой позиции начинает коммуникацию с потребителем. Это ценно и для потребителя, и для нашего бизнеса, потому что это позволяет просто больше продавать и более качественно продавать. Поэтому мы, по сути, туда и шли, и не сказать, что мы там сейчас куда-то сворачиваем. Нет, ну то есть продолжаем делать. Ну да, какие-то там, мы не понижаем цены, мы там вводим какие-то линейки, ну, например, там в суши, да, мы еще суши производим. Там, ну, совсем рост был глобальный из-за того, что дефицит рыбы есть. Да, мы там ввели несколько нерыбных, грубо говоря, позиций, они хорошо зашли. Оптимизируйтесь, в общем. Ну, не то, что просто предоставляем ассортимент человеку, ну, такой, чтобы продолжать делать покупки той же категории, например, но другой немного ассортимент, чтобы ему было более комфортно, как бы, в этом ценовом, ну, аду именно с рыбой, например, связанным. Потому что ребята рассказывали на форуме, что там у них в два раза рост цен. Ну, как бы, ну, есть какая-то адекватность должна быть. Ну, такие вещи нужно адаптировать. Спасибо вам большое, Артем, и удачи в вашем нелегком деле. Спасибо, спасибо. 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 Спасибо.